Мы продолжаем наши разговоры, наши беседы, но это небольшое добавление, вот то, что я сейчас хочу сказать, и это еще с прошлой лекции у меня осталось. Рассматриваются иногда так называемые ростки последовательностей. Что такое росток? Вот мы отождествляем такие последовательностей, которые совпадают, начиная с некоторого места. Ну, для двусторонних последовательностей тут нужны еще уточнения какие-то. Ну, вот если последовательность односторонняя, для простоты, C-1, C-2 и так далее, мы рассматриваем вот, так сказать, классами эквивалентности их, объединяем в один класс те последовательности, которые совпадают с некоторого места. Вот если у них там хвост, начиная с какого-то места один и тот же, мы считаем, что это одно и то же. Ну, вот такие классы последовательностей или последовательностей, рассматриваемые вот по этому отношению эквивалентности, называются ростками. Ну, и я не буду здесь подробностей лезть, это так, к сведению, в общем-то. Нулевой росток, нулем в кольце таких ростков является класс таких последовательностей, которые обращаются и становятся нулевыми, начиная с некоторого места. Ну, вот иногда рассмотрение таких классов бывает очень полезным, мы не будем глубоко лезть в этом. Ну, вот тут задача, мы рассматриваем сейчас линейные разностные системы, ну, и с оговоркой иногда просто скалярные уравнения, с полиномиальными или с рациональными коэффициентами, ну, пусть вот с полиномиальными. Тогда получается так, что размерность пространства решений будет равна порядку данного однородного скалярного уравнения. Ну, вот как здесь задача сформулирована. Зачем здесь, при чем здесь полиномиальность? Ну, во-первых, как-то это входит в задачу осознать, зачем оно, чтобы вот это было верно. Мы наблюдали на прошлой лекции, что бывают такие примеры, когда размерность больше порядка решений, больше порядка уравнений, извините. Вот, ну, по линомиальному дело в том, что полином может обращаться в ноль лишь в конечном числе значений, ну, и целых значений. Здесь это играет роль положительного, чтобы доказать это. Да, вот теперь более для нас такая актуальная и важная вещь – это так называемые линейные ограничения. Да, и речь идет вот о чем, собственно говоря. Что мы, когда применяем алгоритм ЕГЭ, скажем, ну, вот выполняем такие, да, ЕГЭ-сигма. Давайте не будем говорить вообще слишком общо, вот на баде этого алгоритма. Значит, ЕГЭ – это вот такой алгоритм, который позволяет от данной системы, у которой, например, ведущая матрица вырождена, а мы хотели бы, чтобы она была не вырождена, нам для вычисления это нужно, но позволяет перейти к системе, в которой эта матрица не вырождена. Ну, там могут быть, смотря по тому, над чем мы рассматриваем это все, над какими полями, кольцами там могут появляться лишние решения, и сейчас не об этом речь. Вот насколько эта система… Мы сейчас берем случай, когда вот этот вот, во-первых, Эль – это оператор с матричными коэффициентами, как здесь и написано. Вот его можно в развернутом виде так записать, как мы обычно и пишем. Я напоминаю, что Е – это то, что у нас раньше было сигма, но сигма было в абстрактном поле разностном или кольце, вот этот вот автоматизм, который мы с Двигом называли. А когда мы переходим, вот скажем, к рациональным или к полиномиальным коэффициентам, конкретизируем цвет, уже не абстрактный автоматизм, а вот такой настоящий сдвиг, который мы обозначаем буквой Е – большой. Да, так вот, вместе с подправленным и разностной системой, тут сказано, Эль или Т – охватывающей системой. Ну, Эль – это значит, мы добиваемся того, чтобы ведущая матрица стала невырожденной, Т – соответственно, тренинговая. Еще выдается вот этот вот такой полный вариант алгоритма ЕГЭ, еще выдает некоторое конечное множество соотношений, которые называются линейными ограничениями. Тут дело вот в том, чтобы как раз как такое исключить из рассмотрения. те дополнительные, так сказать, паразитические решения, которых у исходной системы нет, но мы переходим вот к этой подправленной системе с помощью алгоритма ЕГЭ-Сигма. И вот почему мы называем ее охватывающей, эту систему? Ну, потому что у нее могут быть еще дополнительные решения, которых у исходной не было. Все решения исходные являются решениями этой новой системы, но, может быть, и еще что-то появляется. Вот чтобы эти еще что-то исключить, когда мы говорим, скажем, о решениях в виде последовательности, вот возникают эти линейные ограничения. Сейчас я на следующем слайде определю, что это такое. Пока общие слова. Вот тут в последнем абзаце, в последних строчках, как рассказано, что секвенциальные решения или эти охватывающие системы, если для них удовлетворены вот эти вот все линейные ограничения, о которых мы говорим, и подробнее будем говорить, разглядывая следующий слайд, вот эти лишние все отпадают. Вот этими линейными ограничениями они все исключаются из рассмотрения. Ну вот тут такая нескогромостая формула 61, но если смотреться, ничего там ужасного нет. Значит, если итое уравнение, вот это итое уравнение системы, значит, обычное мое обозначение, наше обозначение итое строка, вот так выделяется из матрицы. Да, заменяются линейные комбинации уравнений с полиномиальными коэффициентами. Ну, ЕГЭ на этом построен, что мы ищем там коэффициенты в виде полиномов линейной зависимости и заменяем одну из строк, вот имеется в виду здесь именно итое строк, линейные комбинации. Тут все хорошо за исключением одного момента, что мы вот это итое уравнение, которое и будет заменено комбинацией, мы его тоже умножаем на по итое, на коэффициент полиномиальной по итое, который может обращаться в ноль при некоторых значениях х. Вот это вот плохо. Мы умножаем, и кое-что там обнуляется при этом. Каждое такое значение, вот при котором происходит обнуление этого умножителя, ну, здесь обозначены буквы это, мы подставляем в это уравнение, которое мы заменяли, линейные комбинации, и результат подстановки как раз и называется линейным ограничением. Получить вот такое линейное ограничение, и понятно, что оно имеет вид линейного соотношения с коэффициентами из ка, для некоторых значений решения. Ну, вот тут вот показано, какие именно значения захватываются линейным ограничением. Не все на свете, не все, а вот некоторые, которые могли пострадать как раз от домножения на, при домножении на P от X из-за того, что там в ноль обращаются. Ну вот здесь, я не знаю, может быть, даже пропустить для экономии времени, существенный сегмент, я говорил в прошлый раз про это, собственно, это отчасти повторение, что здесь речь идет о том, наверное, я не буду подробно идти по этим, думаю, трем слайдам, значит, что имели вот эти вот охватывающие системы, которые ведущие матрицы не вырождены, и для другой охватывающие трейлинговые матрицы не вырождены. Теперь мы имеем существенный сегмент о том, что это такое, я говорил в прошлый раз, и на нем все вычислено без всяких этих охватывающих, просто исходная система позволяет там дать систему линейных алгебраических уравнений для значения последовательности на этом сегменте. И туда могут произвольные и постоянные входить, ну как в решение системы линейных алгебраических уравнений. Исходя из этого вот существенного сегмента и с помощью вот этих вот новых систем, и л-охватывающие, и т-охватывающие, мы, в принципе, можем построить все решения секвенциальные. Ну, все до бесконечности надо идти, ну, любой длины отрезок мы можем построить для секвенциальных, для двусторонней последовательности, являющейся решением. Ну, вот тут, кроме общих рассуждений, которые я уже промотал в своих слайдах, значит, пример такой конкретный. Вот была такая система на слайде 156, а мы сейчас на слайде 177, далеко идти. Ладно, мы и так разберемся, я думаю. Мы видим, вот главное, что здесь плохо. Вот это вот вырожденная матрица, мы с ее помощью не всегда можем продвигаться в сторону увеличения вот этого значения аргумента. Хорошо, когда не вырождено, но мы тем самым выражаем каждый следующий элемент последовательности через предыдущий, когда не вырождено, а когда вырождено, непонятно. Ну, вот, или ты охватывающие системы строим, или охватывающая система, тут говорится, не имеет лишних решений, так как изменяемое уравнение умножалось на константу, на 2, но это там на слайде 156 делалось. Сейчас я не хочу лист туда. Поэтому тут эти линейные ограничения не возникают. Перво охватывающие системы строим, значит, ну, тут начинается разговор, как идет этот процесс, и вот возникает линейное ограничение вот такого вот рода. Вот видите, вот так бывает. В результате подстановки х равно 3, потому что вот здесь такие вот строки зависимы вот с такими вот множителями. Но единица в ноль никогда не обращается, а х минус 3 обращается при х равном 3, и вот отсюда вот возникает такое ограничение, которое нам говорит, что надо быть осторожным. Сейчас мы построим какие-то решения в виде последовательностей, но нас из них интересуют только те, для которых выполнено вот это умор. вот полученные, видите, ты охватывающие, у нее не вырождены триллинговые матрицы. Ну и можно тут вот понастроить вот то, что здесь написано. Я опять для экономии времени. В общем, понятно, что это можно сделать, и как это делается, я более или менее сказал. Ну вот здесь вот такой вот получается. Вот это вот произвольный постоянный C1, C2. И это все согласуется вот так сделано, чтобы вот это вот выполнилось. Если не выполняется, то это лишнее решение, мы его не рассматриваем. Вот, теперь заметим следующее. Тоже надо это иметь в виду. В некоторых случаях это важно. Что когда мы используем вот этот вот алгоритм EgoSigma, мы прибегаем, значит, к исключению. Ну, допустим, если EgoSigma применительно к ведущей матрице, то, значит, мы смотрим на зависимости между строк ведущей матрицы. Если нет зависимости, все в порядке, уже матрицы не вырождены. Если есть зависимости, то исключение. Но для исключения порядок определенный, слишком жестко. И поэтому могут быть разные пути. вот здесь надо сейчас изменить вперед немножко. Ладно, ладно. Пусть так будет. Ну, вот тут говорится, вот о чем речь идет. Тут я тоже слайдов не хочу делать слишком много, поэтому некоторые этапы так пропускаю, заменяя двумя-тремя словами. Значит, мы уже имели дело с этой системой, рассматривая предыдущий пример. И там изменяли вторую строчку. Вот нашли линейную зависимость между первой и второй строками, а ее всего две. И на базе этой линейной зависимости взяли и изменили первую строку. А можно изменять двумя-вторую строку. Это ничему не противоречит. И тогда, значит, вот ты охватывающую систему, чтобы получить, мы получаем систему, но в несколько другом виде. Здесь все не вынуждено, как мы и хотели, но все остальное несколько отличается. Я помню, что там в первом, наверное, тут вообще возникала нулевая матрица, а здесь она не возникла. Ну, для нас не важно это. Мы добиваемся невынужденности именно вот этой матрицы. Добились, и она другой бит, несколько имеет. Ну, секвенциальные решения этой охватывающей системы будут совпадать с секвенциальными решениями исходной системы, как и для предыдущего варианта исключения. Ну, вот, значит, резюме под этим рассмотрением такое, что для алгоритма ЕГЭ Сигма. Сигма, значит, для разностных уравнений. И мы его рассмотрим, да. Нам описан вариант, ориентированный специально на случай полиномиальных коэффициентов. Сначала мы там пару лекций назад рассматривали его в абстрактном виде. И там вообще, когда абстрактный вид, и когда Сигма – это автоморфизм, но мы считаем, что Сигма – вообще такое обратимое преобразование. Не будем сейчас об этом много говорить. Вот так вот, когда коэффициенты здесь полиномиальные, вот о чем здесь написано, ориентированные специально на случай полиномиальных коэффициентов. С его использованием появление лишних секвенциальных решений и разностных системы невозможно. Вот именно вследствие того, что мы умеем генерировать эти линейные ограничения, которые фильтруют, отфильтровывают все лишнее. Ну вот, это, видите, у меня хвост от предыдущей лекции, и я поэтому вот сейчас так бегло довольно прошелся по этим слайдам, потому что мне надо нагонять время. Индуцированные рекуррентные системы, дифференциальные случаи, вот название такое общее. Ну вот, в первом абзаце здесь, в таком вводном, тут и говорится, что мы будем обсуждать алгоритмы, нацеленные на построение некоторых объектов. Вот в скобках пояснение, пока, может, не очень ясное, но все-таки рекуррентных систем, полинопов числовых величин, которые играют важную роль в нахождении решений, исходной системы. То есть вот некоторое такое дает во многом вспомогательных величин вычисления, которые окажутся полезным для построения решений. И вот тут важнейшая вещь, это так называемые индуцированные системы. Значит, вот обратите внимание, здесь по названию уже, что... Так, потерял курс, вот. Сказаны дифференциальные случаи. То есть мы рассматривать будем дифференциальные системы и решениями дифференциальных систем на данный момент интересоваться. К ним, к каждой дифференциальной системе, мы будем подстраивать, вот как вспомогательное такое средство, индуцированную систему. Индуцированная система будет разностной или, иными словами, рекуррентной. Да, ну, говорится здесь, нам понадобятся двусторонние последовательности, ну, хотя бы потому, что мы в неотдаленном, недалеком будущем будем рассматривать Лорановое решение. Лорановое решение дифференциальности определяется последовательностью коэффициентов при степенях х. Значит, последовательность, уже слово прозвучало. Вот надо уметь находить эти последовательности. Вот индуцированная система, она как раз предназначена, наверное, у меня дальше об этом сказано. Ну, так. Да. А индуцированная система, она, ей удовлетворяют вот последовательности, например, ей удовлетворяют последовательности коэффициентов, лорановых решений. Вот тут и говорится, мы покажем, что двусторонний формальный ряд, двусторонний считаем. Лорановые у нас, мы считаем лорановые, когда все-таки вот коэффициентов при отрицательных степенях х, конечное число, мы там не рассматриваем бесконечные ряды в обе стороны бесконечные, но пока временно, вот мы тут на этом, может быть, на следующем слайде допускаем, что мы двусторонние формальные ряды любых там размеров рассматриваем. Да, что удовлетворяет системе дифференциальных уравнений, 158-й слайд, это мы сейчас на 183-м, но там дифференциальные шагнут туда недолго, вот просто раз, вот так вот, ну вот она, нет, это не то. Да, вот система, ну понятно, дифференциальные системы и системы, теперь вот назад надо идти. Дальше не запомнил, но не разменить вылетело как-то. Сейчас, мы все говорили об этом, это все было. Сейчас, 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 Вот, 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 вот здесь. Да, значит, двусторонний ряд вот такого вот вида. Ну, здесь мы рассматриваем, мы подбираемся к решениям дифференциальной системы, и, значит, ряд является решением системы, тогда коэффициенты его должны быть векторами. Вот, ну, то, что здесь и написано, собственно говоря, если у нас система такая, что ее матричные коэффициенты M на M, ну, значит, вот в решении вот эти коэффициенты, векторы с M компонентами. тут поставлен знак транспонирования, потому что они являются столбцами этих коэффициентов. Мы здесь пишем строчки, но это столбец на всякий, во всяком случае. Да, так вот, значит, этот ряд, вот существенный момент, что вот этот вот ряд будет удовлетворять той системе, той системе, которую мы, вот токши, взглянули на нее, ничего там особенно интересного нет. Если и только если последовательность вот этих коэффициентов удовлетворяет так называемой индуцированной системе. То есть, обратите внимание, мы вот какую-то систему называем индуцированной, пока совершенно не ясно, как ее получать, но тем не менее, подразумевается, что вот существует такая система разностная или рекуррентная. Ну да, вот тут как раз говорится, что по отношению к этим индуцированным мы будем термин прилагательный рекуррентный употреблять. Хорошо, пусть рекуррентный. Вот существует такая система, что вот этот ряд удовлетворяет дифференциальной системе, если и только если последовательность векторных этих коэффициентов удовлетворяет вот 63, то, что здесь. Интересно. Ну вот, разберем вначале скалярный случай. Сейчас я сориентируюсь со временем, но у нас есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, 20 минут 40, мне надо 12 еще до перерыва. Так, разберем вначале скалярный случай. Ну, попроще, чем для начала. Вот, последовательность в этом, если у нас эти матрищные коэффициенты дифференциальной системы один на один, там, м на м, но м равно единиц. То есть, они просто скалярные. И последовательность вот эта цн будет уже никакой не векторной, а просто обычной скалярной последовательностью. И вот мы смотрим, когда мы применяем дифференцирование к сумме, ну, вот этому вот 62 это формальный ряд. Да, вот этот вот. Если к нему применить дифференцирование, то легко видеть, понять, как изменяются коэффициенты. Вот этот ряд весь преобразится вот в такой ряд, и С с волной здесь будет равно вот этому. Ну, понятно, это правило дифференцирования. Теперь, если мы умножаем наш вот этот вот ряд, который там на предыдущем слайде, на х, то это даст нам ряд вот такого вот вида, где С, там, с одной волной новой С, здесь двумя волнами, просто С, минус один. Двусторонняя последовательность С с волной, вот эта вот, получается из исходной последовательности применением вот такого вот оператора. Сдвинуть и да, множить на n плюс один. Ну, вот где с этим, тут у нас сдвиги по х были, здесь подчеркнуто, что это сдвиг по n. Может быть, и без этого значка было бы все понятно, но тем не менее написано со значком. сдвиг на единицу по n. А вот эта последовательность, она получается применением вот такого оператора, сдвигом в другую сторону по n. Да, таким образом, если мы к двустороннему ряду s от x применяем вот такой оператор, мы тут соединили, я тут соединил и умножение на x в некоторой степени и дифференцирование сколько-то раз там, то дает ряд последовательность коэффициентов, которые получаются из c, c это исходный ряд имеет коэффициенты, образующие последовательность c, то вот применение к ряду вот такого оператора, такой операции, ведет к тому, что к последовательности коэффициентов применяется вот что, вот то, что здесь, ну, это следует из этих вот нехитрых рассуждений, которые мы проводили. Ну, там нагромождение будет, умножение всяких издвигов, ну, можно привести к стандартному виду, если использовать такие понятные, знакомые переместительные правила, если у нас умножается оператор сдвига справа на L, то это вот можно как L плюс 1 вытащить сюда, с правой стороны на L. Если мы перемножаем сдвиг в другую сторону и L, то вот по левую сторону от этого сдвига в другую сторону переносится N минус 1. Ну, вот здесь пример дан, вот такое нагромождение всяких тут умножений и сдвигов. Ну, вот если этим воспользоваться, то можно прийти вот к такому простому виду. для этого. То есть это к стандартному виду можно привести. Теперь вот дальше рассуждаем в том же русле. Если у нас есть скалярный оператор, скалярный никакая есть система, никаких матриц тут нет. Он представляется конечный 64 это рядом, да, или 64. Вот. Ну, да, конечной суммой вот слагаемых такого вида он представляет дифференциальный оператор. Хорошо. И преобразуем таким образом этот оператор. Х переходит, ну, вот это в силу того, что было сказано на предыдущем слайде. Х преобразуется сдвиг в обратную сторону, дифференцирование преобразуется вот в такое произведение, значит, сдвиг в обычную сторону, в сторону увеличения и умножение на n плюс 1. и вот если это все над дифференциальным оператором проделать, вот эти вот фактически замены, то n переходит вот слово индуцированное здесь и появляется, вот будет в индуцированный оператор. Это оператор рекуррентный или разностный. Вот тут и написано, но он может и в одну сторону сдвиги и в другую содержать. вот такой вот индуцированный. Вот это индуцированное здесь у меня на этом слайде в дальнейшем обозначается вот L тот же самый та же самая буква, что для дифференциального оператора была использована и наверху значок буква И в кружочке индуцированное. Да. И вот значит этот индуцированный тон обладает вот этим замечательным свойством. Если двусторонний ряд удовлетворяет дифференциальному оператору, то построенному оператору будет удовлетворять последовательный коэффициент этого ряда. И наоборот, любое решение, ну если приравнять нулю, любое секренциальное решение этого оператора, оно даст, если там добавить х в соответствующих степенях, даст решение дифференциального оператора. Ну, это тут и написано. Пример. Да, давайте пример посмотрим и как раз дело пойдет уже к перерубу. Значит, вот мы берем дифференциальный оператор, у нас пока скалярный случай, мы в систему не лезем, вот скалярный, вот оператор, соответственно, уравнение можно или от Y равно 0 смотреть. Вот действуя по тем правилам, которые были предъявлены, объявлены, там выше слайдов, или двумя слайдами перед этим, мы индуцированный оператор встроим, вот выписываем для него, вот пока здесь все как-то тут намешано всего много, но это преобразуется с помощью тех правил двух перестановочных, о которых я говорил, довольно простой вот такой вот. Значит, пусть Y от X имеет вид 62 183, а мы сейчас на 187, не так далеко. Ну да, вот, если S от X решение имеет такой вид, значит, мы идем на 187. К сожалению, вот так кликом назад тут не получается уходить. Да, вот если Y от X двусторонний ряд удовлетворяет, вот вид 62, это как раз там двусторонний ряд и написан, удовлетворяет этому вот уравнению с таким оператором, если, только если последовательность коэффициентов удовлетворяет индуцированному уравнению и оператору, как для краткости можно говорить. То есть мы уже знаем индуцированный оператор, то есть коэффициенты, чтобы ряд удовлетворял дифференциальному уравнению, коэффициенты должны удовлетворять вот такому соотношению. Замечательно. Значит, вот как бы нам решить это соотношение, что здесь за последовательностью удовлетворяет этому соотношению, и решим, и тогда мы будем знать решение в виде таких двусторонних рядов для исходного дифференциального уравнения. Ну вот, если тут такое еще дело, немножко забегание вперед я наблюдаю. Да, если мы интересуемся формальными Лорановыми решениями, то тут формальные Лорановые это значит отрицательных степеней конечное число в этом двусторонний ряд, конечное число немулевых коэффициентов при отрицательных степенях имеем. То тогда здесь будет, что все равно нулю при n меньшем или равном минус 2. Да, откуда это следует? Это должно следовать вот из этого соотношения. Когда n да, да, или равно когда n равно минус единице, то тут cn то этот член равен нулю и значит cn минус первое тоже равно нулю ну и так далее. Да, ну и соответственно поскольку здесь всего два члена и следующие тоже будут равны нулю. Да, вот это вот выполняется, а c минус первое может быть выбрано произвольно. И потому что на него никаких соотношений не получается, не возникает. И таким образом мы имеем, что cn равно вот это вот величина произвольно выбрана, а все остальное вот по этой форме, пожалуйста. Так что вот мы нашли флагановое решение. Что касается давайте 5 минут перерыва. Да, правильно, 45 минут мы уже проговорили. 5 минут перерыва. Да, ну вот слайд начинается с замечательной фразы, лучше не скажешь. Теперь перейдем к системе. Ну давайте формальные Ларан Лариде просто Ларан для краткости. Это все важно. Вот исходная система, когда она записана не в развернутом виде, как вот прошлый час мы смотрели, а просто матрицы едины. Вся система, вся информация системы в одной матрице. Но вот эти вот Л с индексами. Сам оператор, который сдает системы буквы Л без индексов, а вот эти вот элементы с индексами это скалярный оператор. Вот как здесь написано. И индуцированная система она просто имеет вид, это несложно сообразить, если всмотреться, то так оно и есть, конечно. Мы просто все эти элементы, они являются скалярными операторами, мы заменяем на индуцированные операторы. Вот. И получаем уже разностную или рекуррентную систему, потому что все вот эти с верхних значков и в кружочке это рекуррентные операторы, значит, вот мы здесь и пишем С, а Т, уже не И, и да, рекуррентные операторы, вот напоминается их вид. И каждый из этих операторов получается вот тем самым преобразованием, о которых мы говорим. Одним из тех. Вот, например, берем простую систему, конечно, 2 на 2 тут всего матрицы, ну, не важно. И если, когда мы ее, она вот записана в развернутом виде, мы так этот вид развернутым называли, а вот если ее переписать в в матричном виде, то получится здесь вот матрица такая, как написано. Это все на первых лекциях разбиралось. Теперь вот мы должны по тому, что я сказал, каждый из этих скалярных операторов, их 4 штучки здесь, должны применить вот те правила. Ну, там, как замена я поформулировалась, на что меняется дифференцирование, на что меняется х, умножение на х. И если это все проделать и потом привести все эти рекуррентные операторы к стандартному виду, то мы получим вот что, то, что здесь написано. И индуцированная рекуррентная система таким образом получена, мы можем ее переписать в развернутом, то, что мы называем развернутом виде. То есть вот эти вот матрицы, они становятся коэффициентами при разных элементах, ну, соседних элементах последовательности. Последовательность здесь векторная, каждый это С, это вектор из двух элементов, вектор столбец из двух элементов. Ну, система 68, сейчас, извините, извините, извините. Да, вот исходная система 68, на нее ссылается, да, говорится, что она обладает это не утверждение, что она обладает полименальным решением, а утверждение в том, что она обладает полименальным решением, если и только если двусторонняя последовательность вот такого вот вида. ну, все начиналось исходное предположение, что у нас последовательность двусторонняя, бесконечные две стороны. Ну, вот поэтому я здесь тоже все это связываю, говорю, что полименальные решения, если вот бесконечные две стороны последовательность, вот определенные таким образом, когда n между нулем и k, то это как раз один из этих коэффициентов, а все вне это нули. Вот когда такая последовательность удовлетворяет полученные нами системе, вот 69, она здесь рядом, до нее недалеко добраться. Ну, здесь говорится в последнем абзаце, и может быть это будет иметь продолжение, ну, в каком-то смысле оно и будет иметь продолжение. Значит, что если исходная система записана независимость уравнений равноселенной независимости строк матрицы, это понятно, я вообще здесь паузу делал, просто я думал немножко не о том речь идет. Значит, если оператор вот такой скалярный умножается на строку операторной матрицы, то это опять получается, но это мы знаем, просто я повторяю в случае, строка составлена из произведения этого оператора на соответствующие элементы строки. Условие независимости уравнений записывается в виде условия вот то есть речь-то в общем здесь идет как-то здесь это зависит многослов я вот сейчас вижу, надо подправить, что независимость уравнений и независимость строк матрицы, вот когда мы уравнение записали с помощью одной матрицы, это, собственно говоря, одно и то же. И преобразование ну вот это 65 я тут не хочу перескакивать назад это как раз вот те правила замены во что переходит х и во что переходит дпдх при построении индуцированного уравнения эти преобразования вот которые там были выписаны оно как единое преобразование мы это рассматриваем это гомоморфизм кольца дифференциальных операторов вот такого вот кольца вот в это кольцо да ну гомоморфизм известно что такое я это слово использовал уже ну и для этого гомоморфизма или преобразование проще чтобы не мучиться с алгебраическими терминами преобразование вот это вот дифференциальных операторов в разность в рекуррентные которые являются индуцированными мы вот такой буквой будем обозначать вы знаете это М это тот кто интересуется там комплексом переменным есть такое преобразование мельдином вот оно сходно там по идее с этим мы в это влезать сейчас не будем М и М да да так вот здесь напоминается как это оно работает это преобразование это поскольку это гомоморфизм то предполагается что сумма преобразуется применением каждому слагаемому в отдельности ну и произведение тоже каждому со множителю в отдельности поэтому вот на так сказать на образующих определяется гомоморфизм вот таким образом ничего нового для нас в этом нет потому что эти же формулы в другой записи были выше ну вот значит здесь х и дх можно еще х вот тут говорится гомоморфизм расширяется на такое кольцо что имеется ввиду что здесь еще х-1 добавлен вот во всех там произведениях суммах которые в операторах встречаются может и х-1 быть и для него ну это ясно что поскольку здесь вот так было ну здесь мы определяем вот так и при этом вот это вот становится изоморфизмом то есть мы имеем два изоморфных кольца кольцо вот таких вот операторов дифференциальных и кольцо разусых операторов вот это вот отображение изоморфизма но если изоморфизм скажете вы то обратное преобразование должно быть должно быть оно и есть вот внизу слайда вот написано вот то есть как это что означает вот это вот это все проверяется это мы на этом долго сидеть не будем а что это означает по существу что если у нас есть рекуррентный оператор или разносный там другая терминология используется то мы по нему можем построить дифференциальный оператор такой что двусторонний ряд удовлетворяет этому дифференциальному оператору ну или аккуратнее говоря уравнение соответствующему этому оператору если только если последовательность коэффициент удовлетворяет исходному рекуррентному соотношению так ну и вот говорится здесь следующее это в общем факт понятный что уравнение дифференциальной если независимы так мне надо здесь смотреть а не в доказательстве сейчас если строки ну если сами уравнения вот этой системы или как мы видели строки матрицы задающие от уравнений независимы над кольцом вот таких операторов тогда уравнение ну или соответствующие строки индуцированные рекуррентные системы независимы вот над этим кольцом в этом смысле независимы в независимые переходят ну это это понятно потому что если есть зависимость какая-то то с помощью того изоморфизма о котором мы говорили ну вот здесь минус первой степени она перейдет в зависимость для строк дифференциального оператора ну и наоборот тоже но вот в то же время надо иметь в виду следующее что вот если исходная дифференциальная система скажем имеет невырожденную ведущую матрицу такой существенный момент мы уже как-то говорили об этом что это очень важно для многих дел для многих алгоритмов чтобы ведущая матрица была невынуждена то это отнюдь не гарантирует что ведущая матрица индуцированная регулентная система также будет невынуждена вот казалось бы а мне и наоборот тоже да и наоборот да здесь это написано я почему вернулся потому что я вижу перевернул слайд и вижу что здесь как раз про наоборот да вот дифференциальная система пусть у нас такая мы видим что ведущая матрица у нее вынуждена ноль определить а если мы построим индуцированную регулентную систему то она будет иметь вот такой вид ну я здесь это построение не излагаю все но все здесь просто и матрица ведущая невынуждена с другой стороны вот возьмем такую дифференциальную систему у нее ведущая матрица явно невынуждена тут ненулевой поленом является определителем соответствующей индуцированной системы имеет вот следующий вид 73 как здесь написано и матрица вынуждена так что вот вот так вот ну говорится еще что существуют также простые примеры и это внимание это задача для вас да простые примеры в которых ведущие матрицы дифференциально индуцированные рекуррентной системы либо обе являются вынужденными либо обе невынужденными то есть так что невынужденность в обеих может быть но не всегда вот определяющие волнения сейчас я соображу у меня время есть еще около получаса я успею рассказать то что собирался значит классическая теория обыкновенных дифференциальных уравнений предлагает для нахождения эвалюации ну эвалюации рядом мы это обсуждали порядки нулей и полюсов но в классической теории аналитические решения например рассматриваются для нахождения этих возможных эвалюаций используются некоторые алгебраические равнения которые называются определяющими ну вот для нахождения например верхних границ степеней полиномиальных решений и нижних границ эвалюации лорановых формальных решений систем нам нужны какие-то варианты определяющих уравнений индуцированные рекуррентные системы позволяют построить такого уравнения ну речь понятно о чем вот мы будем интересоваться допустим полиномиальными решениями дифференциальных уравнений и систем откуда бы нам взять верхнюю границу для степеней вот этих полиномиальных решений если мы знаем верхнюю границу то дальше можно например методом неопределенных если получше конечно способы ну например методом неопределенных коэффициентов найти эти решения но нужно знать верхнюю границу вот для лорановых решений там методом неопределенных коэффициентов конечно хуже уже с ним потому что он бесконечный ряд это полином конечное число коэффициентов но тем не менее вот какую-то нижнюю границу вальвации откуда вообще может начинаться это лорановое решение тоже надо вот как-то уметь определять если даже не точно сразу то нижнюю границу какую-то потом от нее подниматься и находить настоящую нижнюю вот вальвацию ну вот индуцированная рекуррентная система помогает вот в этих вопросах значит если ведущая матрица ну это ссылается я не пойду туда сейчас это на индуцированную систему как раз и B L L потому что лидинг ведущий это ведущая матрица вот этой вот если она вырождена то для нее можно с помощью EG-Sigma построить телеохватывающую систему то есть добиться того чтобы вот эта вот в новой системе ведущая матрица была не вырождена ну и если нас больше интересует последний трейлинговая матрица ну тоже вот можно использовать алгоритм EG внизу подписан SIG минус первый это значит сдвиги все осуществляются в сторону уменьшения индекса но добиться того что вот здесь вот будет эта не вырожденная матрица и вот тогда в общем тут теорема с доказательством по моему с леммой я на пальцах постараюсь объяснить что имеется ввиду чтобы тут да не сидеть дома на этом то я опаздываю с лекцией опаздываю не в смысле что поздно ухожу отсюда опаздываю по числу лекций рассказывать надо бы быстрее что ли или сокращать курс но в общем иной раз мне приходится поспешить вот с этим значит вот решение дифференциальной системы для которой вот это вот с матрицами B индуцированная рекуррентная система и тогда вот тут написано так формально вот этот вот N валиюация Y от X Y от X это значит имеется ввиду формальный Лоранов ряд здесь с этого начинается ну вот буквально тут и да это написано потому что мы имеем дело с системой вот для каждого Y этого компоненты Y своя эвалюация мы берем минимальную из этих эвалюации и обозначаем буквой N тогда вот это вот должно удовлетворять вот такому вот уравнению ну не забудем что N целое число поэтому вот детерминантом если мы считаем элементами матрицы B полиномы АТМ то целые тут корни имеются ввиду и значит один из целых корней вот этого вот уравнения он и даст нам наверняка эту эвалюацию то есть точнее сказать так что эвалюация обязательно обойдет в число корней там могут быть какие-нибудь корни целые бессмысленные для нас не соответствуют им никакой эвалюации но наше значение в эти корни попадет вот вот что утверждается поэтому если ну забегая немножко вперед если мы найдем ну во-первых вот этот определитель посчитаем он будет полиномом АТМ или это ведь здесь это постоянные фиксированные величины да найдем все корни возьмем наибольший из целочисленных или наименьший минимум наименьший из целочисленных корней и он будет нижней границей вот для интересующей нас эвалюации доказательства там написано доказательства я хотел бы так сказать отделаться рассуждением на пальцах понимаете какое дело вот у нас мы интересуемся такими последовательствами которые вот сначала с отрицательной стороны если мы смотрим где нули 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 потом раз вот эвалия возникает не нули как так из нулей все подчинено рекуррентному соотношению или рекуррентной системы как так вот последовательно все там нулише а потом друг раз и не ноль это возможно только если вот эта вот матрица ставшая ведущая если она вырождена если не вырождена мы опять ноль получим на очередной месте ну вот это вот имеется ввиду можно это формальнее аккуратнее представлять но смысл именно такой теперь если у нас есть полимеральные решения ну опять здесь сразу мы для систем рассматриваем вот этот вот значок м наверху значит у это вектор столбец мы имеем ввиду с м компонентами ну мы по аналогии с предыдущим значит м степень решения тут несколько компонентов и если мы хотим такие решения посмотреть у которых все компоненты полиномы значит мы берем считаем степень такого вектора максимальную степень этих компонентов и теперь речь идет о границе сверху для таких н ну вот оно должно удовлетворять более или менее те же самые соображения вот такому алгебраическому уравнению опять ну теперь мы от элементов с большими индексами идем вниз да вот о чем на что указывает вот трейдинговая матрица для нас существенно идем вниз индексы уменьшаются и уменьшаются и как это могло быть что все нули 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 от бесконечности а потом раз не нулевой элемент это возможно только если вот эта матрица вынуждена если она не вынуждена мы опять ноль получим ну вот вот такое вот показать ну вот тут лемма она собственно говоря вот то что я проговорил это это тут более формально изложено значит вот эти вот уравнения вот уравнение равенства вот оно уравнение это гибраическое уравнение потому что поленом определитель вот это с двумя чертами двумя чертами или двумя волнами я уже не помню чего я там сделал в техе но понятно это после применения алгоритма ЕГЭ к трейлинговой матрице да это алгебраическое уравнение точно так же как вот то что мы выписывали здесь наверное выше было для да вот это вот это тоже алгебраическое уравнение ну вот мы их и считаем определяющими когда мы значит построили такое уравнение то те нижние верхние границы которые нас интересуют вот они являются корнями целыми этих уравнений ну берем там соответственно когда нам граница нужна самый большой или самый маленький корень и вот они удовлетворяют тому чего нужно они действительно если и не дают точное значение эвалюации и степени но они дают соответственно нижнюю или верхнюю границу по крайней мере это уже неплохо и оказывается полезно так что здесь пример 16 сейчас пример 16 значит у нас была уже рассмотрена там некоторая дифференциальная система и для нее построена была индуцированная система и значит применялась к 69 это индуцированной системе применялся ЕГЭ алгоритм и это нам дало систему рекуррентную с невырожденной ведущей матрицей ну тут какое-то значит линей когда мы применяем ЕГЭ алгоритм то возникает вот это линейное ограничение значит определитель ведущей матрицы вот этой системы ну он n на n плюс 2 значит определили система имеет корни 0 и минус 2 ну правильно 0 и минус 2 и это означает что в точке x равно нулю никаких других никаких других вот формальных лорановых решений кроме имеющих эволюации 0 или минус 2 быть не может всегда это будет если есть лорановых решений то по степеням x ну как здесь написано в точке x равно 0 то эволюация 0 или минус 2 гарантированно но имеются ли решения с такими эволюациями мы пока не знаем мы вот говорим только то что если есть то вот эволюации будут вот 0 или минус 2 а как там на самом деле если такие решения неизвестно потом узнаем но тут говорится на этом слайде о том что мы будем называть те уравнения получающиеся приравниванием определителей нулю определяющими уравнения беря этот термин из теории обыкновенных дифференциальных уравнений но он несколько условный этот термин по той причине что получаемые таким образом уравнения вот эти определяющие алгебраические уравнения они не определяются единственным образом потому что они зависят от построенных L или T охватывающих систем да ведь мы берем определитель вот в этих системах уже да и как мы знаем не единственным образом может ЕГЭ это применяться и вообще говоря можем приходить к разным соответственно охватывающим L охватывающим и T охватывающим системам ну и тем не менее каждый из этих определителей как мы вот убедились порассуждали что он может играть роль для которой мы его и строим все ну и тут еще замечание наличие корня нашего определяющего уравнения курсор теряем не гарантирует существование решения какого либо вида для исходного дифференциального уравнения то есть они вот ну границы можно определять но у нас нет гарантии что именно с таким вот значением будет решение с таким значением вальвации или вверх или степень ну вот сейчас немножко времени еще есть займемся построением все-таки решений нескольких видов хотя бы самых простых алгоритмы наши которые мы рассмотрим используют индуцированные рекуррентные системы и определяющие уравнения вот эти определяющие в том смысле которые я вложил ну вот помимо однородных систем у нас все до сих пор однородные были мы будем обращаться и к неоднородному случаю иногда приходится это делать при рассмотрении тут сказано неоднородных систем уравнения соответствующие однородной системы без оговорок считаются независимыми ну пусть так полиномиальные решения вот поговорим про полиномиальные тем более что полиномиальные решения и рациональные тоже рациональные в смысле имеющие вид рациональных функций рациональные функции полином деленные на полином да представляет самостоятельный интерес конечно Но, кроме этого, их нахождение служит часто промежуточным этапом для притостроения более сложных, более хитрых решений. Вот согласно тут ссылке на теорему, мы только что об этом говорили, верхнюю границу степеней всех полиномиальных решений однородной системы можно получить вот таким образом, как я говорил. То есть там определитель некоторый для полиномиальных решений – это трейлинговой невырожденной матрицы. Берем и получаем уравнение алгебраическое. Ну вот и получаем, допустим, некоторое N0, наибольший корень вот этого вот уравнения. Если у него нет у этого уравнения целых корней никакого N0, то система не имеет полиномиальных решений. Ну, потому что, если имеет, то степень этого полиномиального решения должна будет устроиться вот этому уравнению. Теперь после того, как определена верхняя граница, но обозначим ее ρ, ну, нужно как-то для полиномиальных, верхняя граница степеней для полиномиальных решений. То для нахождения самих полиномиальных решений можно применить, и я уже это говорил, метод неопределенных коэффициентов. Но иногда так и делаем. Но можно и по-другому, с помощью индуцированной рекуррентной системы. Давайте тут все-таки, 199 не так, и нам надо будет вернуться на 209. Ничего, здесь эти индуцированные системы преобразованные с помощью ЕГЭРа к такому виду, чтобы вот эти матрицы были не вырождены. Ну, идея в том, что мы, начиная... Поскольку мы знаем, что коэффициентов с индексами больше, чем ρ, нет в полиномиальных решениях, то есть они равны нулю, то мы начинаем, мы последовательно находим вот эти вот коэффициенты с помощью системы, которая у нас есть уже. Да, вы, конечно, можете обратить внимание, скорее всего, обратили, что тут кроме вот они, собственно, если есть коэффициенты, вот если есть полиномиальные решения, вот его коэффициенты. Да? А мы еще вот это вот считаем. Почему это мы делаем? Ну, это мы делаем вот зачем. Тут, когда мы вот эти коэффициенты вычисляем, тут может возникать произвольные постоянные. То есть какой-то коэффициент мы не можем вычислить. Потому что, хоть матрица вот эта вот и не вырожденная, извините, вы не теряете курсор. Да, но в каких-то точках определитель может в ноль обращаться. И вот когда он обращается в ноль, мы, значит, очередной коэффициент вычислить не можем. Тогда мы его объявляем пока временно, произвольно, букву какую-то старую. А потом мы идем вот так вот до конца, этих букв там становится, может, больше и больше. А потом вот это вот тоже вычисляем, вот эту вот часть. И все их приравниваем к нулю. Вот все они должны быть равны нулю. У полинома нет ненулевых коэффициентов при отрицательных степенях х. Значит, все это равно нулю. И вот эти вот уравнения, получившиеся из этих приравниваний к нулю, они помогут удалить те вот из введенных таких недовычисленных коэффициентов в процессе вычисления вот этого вот, которые возникали. А теперь вот с этими вот там какие-то из них будут вычислены. Ну, в общем, вот тут еще слова вокруг. Это уговорятся. Но я идею изложу, что вычисляем с помощью рекуррентной системы последовательно. Начиная с самого старшего, ну, того, который имеет индекс РО. Потому что РО мы считаем верхней границей найден. Мы идем вниз, 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 вниз. Иногда возникает ситуация, когда не можно вычислить коэффициент. Тогда мы его считаем неопределенным. А дойдя до конца, до нулевого коэффициента, мы все-таки не останавливаемся, а двигаемся дальше и приравниваем нулю. Там столько коэффициентов, каков порядок вот этой вот индуцированной рекуррентной системы. Ну, вот тут пример такой с нагромоздкой некоторый. Вот видите, на слайде тут с трудом это помещается. Но тем не менее. Вот дифференциальная система. Вот мы для нее желаем понять, если у нее полиномиальные решения. Вполне естественная такая задача. Вот строим индуцированную рекуррентную систему. Ну, для полиномиальных решений нам важна тренинговая матрица. В последние. Потому что мы как бы идем от больших индексов к меньшим. Ведущей пока мы по ней гревать не будем, что она вынужденная. Ну, вот добиваемся и этого. И к тому же нам здесь везет с пустым множеством линейных ограничений. Определитель считаем. Ну, тут несложно его вычислить. Вот такой полином. И корнями вот того уравнения, которое мы считаем определяющим, является 1, 2, 3. Ну, значит, верхние границы 3 для степеней всех возможных полиномиальных решений. Может, их и нет. Но заведомо нет полиномиальных решений, у которых степень больше 3. 3 – это верхние границы. Ну, вот мы и, значит, вот тут как раз можно это все не разбивать в мелких деталях. Ну, вот тут такой момент описан, когда нам надо определить С3. И С3 получается, что там должен удовлетворять, вот исходя из рекуррентной системы, мы получаем вот такое соотношение для вектора С3. С3 – все это векторы. Векторы столбцы с двумя элементами. Ну, и получаем, что вот произвольные, точно мы не можем сказать, значит, возникает здесь произвольные постоянные. Беда. Ну, вот опять и дальше по пути такое. Вот эти произвольные постоянные возникают. Возникают все вот здесь, вот довольно много их. Для C0 мы получаем однозначно, это все хорошо. Да, ну и проворачивая вот всю эту весь наш план, вычислив вот еще дополнительно вот эти вот коэффициенты, которые сами по себе для примерного решения не нужны, но мы знаем, что они равны нулю, должны быть. И это нам дает уравнение для тех постоянных произвольных, вот большие буквы С с индексами. Часть из них мы, скорее всего, сможем исключить. Ну, и действительно, получается в итоге вот все-все-все вот это вот то, что мы прошли, вот, значит, итог такой, что мы получаем решение полиномиальное, такие есть полиномиальные решения, и они имеют вот такой вид, значит, у нас вектор Y неизвестный, у него компоненты Y1 и Y2, и вот так вот. Вот, все, что можно сказать, и все они при любых значениях этих произвольных постоянных, C1, C2, C3, три штуки их здесь, они дают полиномиальные решения, вот эти вот, которые здесь написаны. Ну, вот я сегодня, как видите, с некоторой поспешностью, но это не небрежность, а именно мне хотелось вот это отставание моё преодолеть по лекциям. И мы как раз вот сейчас время моё истекло, лекции закончено, но я просто обращаю внимание, чтобы вы аккуратно подошли к следующей лекции. Я уважился на этот раз. Спасибо вам большое за внимание. До встречи через неделю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok